Залог хорошего роста и цветения клубники кроется в правильном уходе за растением. Как и любую культуру в саду и огороде, ягоды необходимо подкармливать. Один из вариантов – удобрять землю удобрением на основе борной кислоты. Большую роль подкормка играет на этапе цветения, образования завязи и появления плодов. Чем опасен недостаток элемента? Если побегом не хватает минерала, садовод сразу увидит последствия. Образовавшиеся завязи не дадут ягод, они просто отпадут. Цветков образуется мало. Края листьев будут более темными, со временем они высохнут. Садовода ждет скудный урожай. Если повезет и плодов все-таки будет много, то они будут маленького размера и не сладкие. Как получить богатый урожай? Весна – это время, когда дачники высаживают плоды и семена на садовых участках. Чтобы культура порадовала вас сладкими ягодами, подкармливайте ее минералом. Когда? До наступления цветения. К этому времени цветы не появились, но свежая зелень уже растет. Это идеальный период. В момент появления цветков. На этапе образования завязей. Запоминайте каждый полив или помечайте дату в календаре. Обязательно соблюдайте интервал между кормлением. В идеале он составляет от 10 до 14 дней. Если удобрять корни чаще, то растение может получить перенасыщение микроэлементом. Это также опасно, как и нехватка бора. При передозировке кусты могут расти медленнее, а листья будут желтеть. Как приготовить удобрения в домашних условиях? В садовых магазинах продаются уже готовые жидкости с витаминами. Но сделать минеральную подкормку дома легко. На 10 литров чистой воды разведите 1 грамм борной кислоты и хорошо размешайте содержимое. Этим раствором поливайте клубнику по указанному выше графику. Не бойтесь, если капли попадают на листья. Но помните, что если окропляете кустики полностью, то лучше делать это до появления солнечных лучей. Они могут спровоцировать ожоги листьев и цветов. Используйте этот простой способ и собирайте прекрасный урожай.